Всем привет, с вами Кирилл Великий и вы на канале Великий Геймс. Да, я обещал, что этот девлог будет намного дольше предыдущих, но получилось немного иначе. Приступим к обзору изменений. Первое это генерация логотипов. Теперь логотипы всех команд будут генерироваться. Однако это не значит, что при старте каждой новой игры логотипы команд будут изменяться. Просто теперь логотипы у меня представлены не одним спрайтом, а набором различных частей, таких как форма, эмблемы и различная символика. Многие меня спрашивали, можно ли будет заменить логотипы команд на свои, чтобы игра выглядела более реалистично. На данный момент точно ответить я не могу. Возможно в будущем такая возможность будет реализована, но, как говорится, это не точно. Также была добавлена новая страница. Страница истории команд. На ней расположена панель с информацией о трофеях команды, то есть в турнирах, в которых команда заняла первое место. Также тут расположена панель с истории команды. На данный момент я просто скопипастил инфу с ликвипедии, но в будущем я добавлю генератор истории, чтобы команды, которые будут образовываться во время игрового процесса, также имели свою историю. Также тут расположена панель с историей составов команд и панель с профилем команды. На ней расположена официальная информация о команде и ее спонсоре. Кстати о спонсоре. Также была добавлена страница спонсора и система спонсорства. На странице спонсора расположена информация о спонсируемых командах, информация о самом спонсоре, а также детали контракта, который предлагает данный спонсор своим командам. Сперва стоит отметить, что теперь, если на какое-то важное сообщение менеджер не ответил, то в меню на значке «Сообщение» будет висеть восклицательный знак. Итак, теперь при старте игры менеджер будет выбирать, с каким из предложенных спонсоров подписать контракт. Контракты спонсоров могут отличаться в длительности, месячном доходе, а также наличии и видах бонусных условий, за выполнение которых команда будет получать дополнительную прибыль. Подписать контракт с новым спонсором невозможно до тех пор, пока не стечет контракт с текущим. После подписания контракта со спонсором на следующий день, об этом будет объявлено в соцсетях, а также сообщение об этом придет на почтовый ящик менеджера. Теперь перейдем к тому, зачем нужны спонсоры. Во-первых, спонсор будет пополнять баланс команды на определенную сумму ежемесячно. Кроме того, благодаря сотрудничеству со спонсором, количество поклонников будет увеличиваться ежемесячно, в зависимости от известности спонсора и его рейтинга. Также забыл сказать, что теперь при участии в турнирах, командам выплачиваются призовые в зависимости от занятого ими места. Оповещение об этом приходит в почтовый ящик. Ну и также, если команда выполняет какое-либо бонусное условие спонсора, то она получает за это награду. Оповещение опять же приходит во входящие. На этом все. Спасибо всем за просмотр. Следующий девлог выйдет примерно через неделю-две. Ставьте лайки, рассказывайте об игре своим знакомым и друзьям. Также подписывайтесь на канал. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok